Я хотел бы попросить выступить в груди на Павла Николаевича. Мы сейчас послушали, как можно решать проблемы в регионе, а здесь речь идёт о народном предприятии. У нас в Ленинском районе было 15 крупных хозяйств. 14 поделили на куски, приватизировали, разворовали, их нет. Или это многоэтажные бараки, которые сейчас хлопают сплошь и рядом, или заросли бурьяном чертополохом. Павел Николаевич вместе с своей командой, основной капитал, землю и всё, выложил и договорились направить на три главные цели. Первое – суперсовременное производство. Второе – полная социальная база, лучшие сады, больницы, школы, поликлиники, профориентация. И третье – достойная зарплата. И только за то, что они показали пример, как можно соединять современное предпринимательство с научными достижениями и интересами всего коллектива, этот коллектив три года преследует и в судебном порядке. Уже состоялось 799 судов. Вот я ожидал, что может быть любой мараз, кроме того, что лучшие предприятия, вместо того, чтобы показывать, рассказывать, будет преследоваться в том числе и людьми в погонах, судебных мантиях и в административных галстуках. Ещё раз всем заявляем, что мы этой шарашки новой растяжать хозяйству не дадим. А хозяйство успешно решает проблемы и развивается. Поэтому Павел Николаевич спокойно высказывает свою точку зрения. А хозяйство показывает пример, чем нам надо жить и работать в новых условиях. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Ильич. Ну, я пойду от частного к общему. Вот такие хозяйства, как наши, вот Иван Иванович Казанкова, Богачёва, Сумароккова называют государствами государств. Почему так называют? Потому что, несмотря на то, что, конечно, мы действуем по российским законам, мы пытаемся сделать то, о чём сегодня Владимир Иванович Кашин и предыдущие выступающие говорили, сделать так, чтобы главной задачей предприятия и государства было повышение материального благосостояния наших работников, пенсионеров и тех, кто живёт на нашей территории. И мы преуспели в этом. Вот в этом году, я, Геннадий Ильич, уже докладывал, доход работников совхоза, не беря 10 самых топ-менеджеров, так называемых руководителей, составил больше 100 тысяч рублей. Это означает, что люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Если есть такой доход, то вокруг может развиваться уже всё, в том числе и торговля, и услуги различные. Если бы государство наше поставило такую же задачу перед собой, как мы поставили в наших народных предприятиях, то, я думаю, жизнь в России была бы гораздо легче. Есть ещё одни моменты, которые, скажем так, на мой взгляд, очень показательные. Сегодня Николай Васильевич говорил о каком количестве денег, которые выводятся за рубеж. Он говорит, мы же деньги за рубеж не выводим. Все деньги, которые у нас зарабатываются, остаются на территории. И вот тут Андрей Евгеньевич только что говорил о налоге на прибыль. Я с ним согласен, в принципе. Если только это не олигархические структуры, так называемые агрохолдинги, которые в сути своей являются офшорными предприятиями. И для них налог на прибыль, который обнулён сейчас является, то есть налог на прибыль не берётся, является панацеей. То есть они занижают заработную плату, занижают расходы, связанные с содержанием в том числе детских садов, школ, ну и всего остального. И эти деньги выводят за рубеж. Вот если служить Николая Васильевича и Андрея Евгеньевича, нужно сделать одно. Если деньги, заработанные в России, остаются в России, то они не попадают под налогообложение. Если же выводятся, то они должны так, скажем так, либо вообще не выводиться, либо налог должен быть такой, чтобы неповадно было выводить деньги за рубеж. Если бы мы выполняли те рекомендации, а я ещё раз скажу, что полтора года назад здесь проводили Геннадий Андреевич и его соратники круглый столб по стратегическому планированию. Вот скажите, какое у нас стратегическое планирование в стране? Несмотря на то, что коммунисты всё время говорят о том, что нужно сначала запланировать что-то, а потом идти к этому и спрашивать тех, кто не выполняет план, на сегодняшний день никакого стратегического планирования нет. Вот я, например, не могу сказать, что стратегическое планирование является экспорт сельхозпродовольствия, потому что в результате, посмотрите, что получилось. Казалось бы, у нас рекордный урожай зерна, и мы вынуждены ставить припоны к вывозу, потому что цена на зерно и на хлебобулочные изделия растёт многократно. Мы хвалились тем, что у нас огромное количество сахара производится, и в результате вынуждены выразить госрегулирование на сахар. Растительное масло, которое являлось тоже стопроцентной, вроде как мы себя обеспечиваем, в результате цена на масло стала расти так, что государство должно вмешиваться в этот процесс. Именно потому, что нет государственного регулирования ценообразования, а государственное регулирование может быть не только запретить вывести, а ещё и дать какие-то льготы тем, кто больше производит. Это у нас, к сожалению, нет. И вообще система стратегического планирования – это то, что должно быть в любом государстве, и в маленьком государстве, как у нас с Иваном Ивановичем, и в большом государстве, и в государстве, кстати, которые вот эти вот так называемые губернии или областные центры – это тоже государство. Вот смотрите, в результате Левченко проводил стратегическое планирование, и он показал прекрасные результаты. Что он получил за это? От решения от должности, различные, скажем так, преследования, а на самом деле нужно было брать его опыт. Поэтому прежде всего наше государство, к сожалению, правительство похоже, знаете, как на человека, который сидит на суку и пилит его. Рядом проходят коммунисты и говорят, слушайте, прекрати пилить, мы же вместе упадём. А он продолжает пилить. Если в ближайшее время не сделать так называемый левый поворот, а мы об этом постоянно говорим, и в рекомендациях это же всё написано, что есть выходы из этого ситуации, даже сейчас мы находимся в тяжёлом положении, но есть выход. Можно просто взять и отменить часть законов, другие законы принять, дать деньги людям, значит, задышит экономика. Это всё, кстати, прописано в рекомендациях, и я предлагаю их полностью поддержать. Ещё одна часть, о которой можно, конечно, долго говорить, но это результаты деятельности по социальному обеспечению населения, я имею в виду с точки зрения здравоохранения, образования, культуры, спорта. Вы представляете, что происходит? Мы фактически стали финансировать здравоохранение и образование по остаточному принципу. Мало того, это привело к тому, что, опять же, не было стратегического планирования. Знаете, как, если бы мы с Иваном Ивановичем сказали, знаете, вот комбайн не нужен, то есть он нужен всего неделю, поэтому мы его покупать не будем, в результате мы не получили никакого урожая. Вот сейчас с инфекционными больницами что произошло? Государство как будто бы не думало о том, что могут произойти такие катаклизмы, как произошла ситуация с ковидом. В результате оказались не готовы, а потом потратили огромные деньги на то, чтобы переделать торговые центры, под больницы какие-то там выставочные комплексы. То есть, скажем так, человек недальновидный, который не понимает, нет стратегического планирования, он обязательно проиграет тому, кто заранее предусматривает. Ситуация с финансированием образования. Когда-то великий, ну скажем так, мыслитель французский сказал, тот, кто открывает школу, тот закрывает тюрьмы. Теперь у нас обратный процесс. Тот, кто закрыл школы, вынужден открывать тюрьмы. И это факт, потому что количество людей, не занятых, плохо обученных, в нынешней, скажем, конкурентной экономике, конечно, не принесет стране ничего. Нам срочно нужно опять открывать школы, давать образование, причем не образование по принципу, вот этот, например, регион богатый, поэтому он может потратить много денег на учителей, а вот этот регион бедный, он не может потратить деньги ни на образование, ни на учителей, ни на содержание школ. Вот этот принцип, нужно уходить от этого. Нужно, конечно, финансировать школы, независимо от того, где они находятся, от какого субъекта, в полном объеме. Зарплата что в Брянской области, что в Москве, у учителя должна быть одинаковой. Но это только государственные деньги. Еще древние римляне говорили, что государство должно лечить, учить и защищать. И федеральное государство, имеющее огромные деньги, а если Николай Васильевича и рекомендации смотреть, это в разы можно увеличить эти средства, может совершенно спокойно содержать прекрасное здравоохранение, отличное образование и социальную защиту, которая была бы не стыдна, ну и пенсионные, скажем так, накопления, которые можно внедрять и давать большие деньги в полном объеме. Поэтому я думаю, что мы все должны поддержать эти рекомендации, но другое дело, надо заставить правительство нас слушать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Спасибо. Спасибо. Спасибо.